Всем привет! Сегодня на Кипре празднуют церковный праздник фото. Это то же самое, что и у нас в Крещении. И по традиции в этот день моя свекровь готовит пончики лукумадес и поделится с нами своими секретами и своим рецептом. В миску насыпаем 1 кг муки, добавляем 2 пакетика дрожжей, 1 чайную ложку без горки соли, только что добавили 1 стакан жидкого картофельного пюре. Кстати, в этом заключается основной секрет вкуснейших кипрских пончиков лукумадес. Если вам не нравится эта идея, пюре можно заменить и на воду и добавляем 3 стакана теплой воды. Вводим ее в тесто постепенно, хорошо вымешиваем. Тесто должно быть полужидким, как на сырнике. Замесили до нужной полужидкой консистенции. Сейчас замотали теплым одеялом и поставили в теплую комнату. Специально включили кондиционер работать, чтобы стало потеплее, потому что у нас тут прохладно. И оставим так. Свекровь говорит, что летом достаточно одного часа, а зимой может понадобиться часа полтора или даже два. Сейчас мы варим сироп. Рецепт сиропа такой же, как и когда мы делали милу макарона. Два стакана воды, два стакана сахара и два стакана меда. Сироп мы положили в центру лимона и несколько кусочков корицы и гвоздики. Нужно не пропустить момент закипания. Сейчас закипит, нужно сократить. Пока закипает, собираем пенку. Сбросили огонь. Сироп готов, мы его выключили. Пока что оставим остывать. Прошло около двух часов, тесто подошло в разы. Сейчас мы будем жарить луку мадосе. Тесто жидкое. Налили масло без пекарного кастрюля. И поставили на большой огонь, чтобы оно закипело. Мы приготовили маленький стаканчик с растительным маслом, с ложкой. Тесто слегка взбиваем. Смотрите, как в группах профессионала работа кипит. Нужно брать хлебной рукой тесто в руку, выдавливать шарик и снимать его ложкой. Ложку периодически смазывать в стаканчике с маслом. И бросаем в кипящее масло. Кончики сразу же взбиваются. Вот такой процесс. Музыка. 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 Когда выкладываем пончики в сироп, нужно их потопить в сиропе. И сразу же вытащить, чтобы они не успели сильно пропитаться. А то они тогда не будут хрустящими. А если их вытащить сразу, они будут достаточно хрустящими и, к примеру, сладкими. Мы решили сделать немного пончиков без сиропа и просто полить их медом. Музыка. 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 Музыка.